Привет-привет! Сегодня я вам хочу показать еще часть моих покупок для скоротбукинга с сайта Алиэкспресс. Начну, пожалуй, вот с таких пуговок в форме бабочек. Их очень много в наборе, они разных расцветок. Я их уже использовала в своих работах и они мне понравились. Здесь есть голубенькие, зеленые, оранжевые, розовые. В общем, по цветовой гамме можно подобрать практически к любой работе. Выполнены аккуратно. В каждой бабочке по две маленькие дырочки. Затем в этом же магазине я купила вот такие вот бирочки с надписью HANDMADE. Взяла в двух вариантах. Из светлого дерева, вот такие вот, и из темного. Из темного выглядят почти так же, только они более овальные. Вот такие. Бирочки мне очень понравились, они аккуратные, никаких заусенок на них нет. И все надписи очень ровные. Затем, вот такой клей УХУ. Этот клей многие из вас используют. Бывает иногда, что закупки по нему организовываются. Но его вполне можно купить и на Алиэкспресс. Этот клей хорошая замена для момента кристалл. Он имеет такую же консистенцию, тоже прозрачный. Пока не высох, можно двигать приклеиваемые элементы. Из минусов могу сказать, что он тянется еще больше, чем момент кристалл. И порой вот эти вот длинные тонкие нити довольно проблематично убрать. Но зато он не имеет резкого запаха. Также я купила очень много пайеток. Я не стала их здесь все выкладывать. Достала буквально вот только несколько цветов, чтобы показать вам разнообразие. Пайетки я покупаю для шейкеров. На Алиэкспресс их так много, что я вам даже не буду прикреплять ссылку. Достаточно в поисковике набить пайетки и выйдет огромное количество разных предложений. Вот такие вот шнуры ващеные. У меня здесь только три цвета, но на самом деле я их тоже больше заказывала. Вот видите, такой очень красивый зеленый, белый, розовый. Эти шнуры я с удовольствием использую для того, чтобы фиксировать, например, открывашки для фотографии. Вот такие вот хбшные шнуры. Также вот здесь у меня только розовый и голубой, но есть еще желтый, сиреневый, красный. Их я часто использую. Даже видно, что вот розового меньше, чем голубого осталось. Очень хорошие. Их я также использую в качестве завязок, ну и просто в качестве декоративного элемента, завязывая из них какие-нибудь бантики. Затем неодимовые магниты. Я очень люблю их использовать в своих работах, как в открытках, так и в альбомах, и в блокнотах. Считаю, что это вообще один из самых незаменимых материалов для меня. Использую их много. И больше всего мне нравятся открывашки, которые фиксируются именно магнитами. Я заказывала 50 штук. Когда они мне пришли, я пересчитала, их действительно оказалось 50. Диаметр у них 12 мм и толщина 1 мм. Также я заказывала Братцы. Вот такой вот пакетик. Их я, конечно же, не пересчитывала, потому что здесь их очень много. Считаю, что эти Братцы вообще одни из самых универсальных пожару. Потому что вот такой вот бронзовый цвет подходит к очень многим работам, как светлым, так и к темным. Выполнены они довольно аккуратно, без заусенок. Они немножко поменьше, чем, например, Братцы от Скрабберис. То есть длина ножки у них всего лишь, сейчас скажу, 8 мм. Ну, 7-8. Но их, в принципе, вполне достаточно. Поэтому меня они более чем устраивают. Вот такие очень красивые камушки. Они с эффектом хамелеона, поэтому при разном освещении переливаются разными цветами. Очень красивые. Качество не сказать, что у них прямо без претензий. Есть некоторые, которые как бы немножко краешки отколоты. Но в целом смотрятся очень красиво. Чуть погрубее они, чем примовские. Но и цену, конечно же, с примовскими сравнить нельзя. Посмотрите, какая красота. Все очень красивые цвета. Думаю, что в микс медийных работах будут смотреться просто потрясающе. Покажу вам несколько молдов. Вот их три разных вида. Начну с этого. Вот этот молд мне понравился больше всего, потому что он довольно-таки плотный. По плотности напоминает мне молд арт просвета. Так как я использую не жидкий пластик, а самозатвердевающую глину, для меня это важно. Слишком мягкий молд, глину забивать неудобно. Так вот, вот этот молд мне очень понравился. Из него получается вот такая вот гирлянда с цветами. Затем следующий молд. Вот такой. Видите, он тоже розовый, но здесь силикон поярче. Этот молд тоже довольно-таки плотный, но все-таки мягче, чем предыдущий. В нем вот такая вот рамочка. Она в отличие от похожей рамочки арт просвет. Вот видите, это молд арт просвета. Не сквозная, а вот с таким вот основанием. Но, в принципе, тоже рамочка интересная. Вынимается из этого молда фигурка легко. Ну и третий молд. Он выглядит вот так. Видите, такой серый силикон. Этот молд вообще очень-очень мягкий. И его использовать, допустим, с глиной неудобно. То есть приходится немного помучаться, забивая все вот эти вот маленькие завитки. Но зато мне очень нравится дизайн. Сейчас я вам его покажу. Получается вот такой вот очень красивый завиток с четким рисунком. Затем вот такие вот маленькие прищепки разноцветные. Я не уверена, что все еще жива моя ссылка, потому что я заказывала их давно и активно использую. Но я постараюсь найти альтернативу, если моя ссылка сгорела. Замечательные прищепочки. Отлично они подходят для детских работ. Ну и для свадьбенных, в принципе, тоже. Есть, конечно, такие немного темные цвета. Но можно их забелить, например, белой краской. И они тоже хорошо впишутся в любую работу. Заказала шляпные резинки в пяти цветах. Возможно, камера не передает. Но вот это вот кофейно-коричневый, а вот это черный. Они очень близки. Но вот этот вот кофейный очень красивый цвет. Качество резиночек мне понравилось. Их толщина 1 мм. У нас в магазинах довольно-таки проблематично купить шляпную резинку такой толщины. А резинка толще мне не нравится. Она и смотрится грубее, и в отверстие вставляется с трудом. Что мне еще понравилось в этих резинках? Ну, их, во-первых, много. Видите, тут достаточно большая длина. И еще они приглушенных таких цветов. То есть, когда я заказывала, я боялась, что будут такие вровиглазные неоновые цвета. Но на самом деле в жизни они приглушенные и будут хорошо смотреться в работах. Пожалуй, я закажу еще недостающие цвета и потом их тоже вам покажу. Далее у меня лежат штампы. Вот такой штамп. Это составной календарь. Качество этого штампа неплохое. Сейчас я вам покажу оттиск. Вот так он выглядит. Не без изъянов, но в целом качество действительно неплохое. Единственное, что меня в этом штампе немного расстроило. Я почему-то была уверена, что вот идут, видите, здесь дни недели, месяца. Начиная там с понедельника, вторника, среды. И я думала, что вот эта рамочка, она отдельно, чтобы можно было комбинировать с каждым вариантом расположения чисел. Но на самом деле вот она сплошная вот именно с этим вариантом начала месяца. Затем вот такие вот штампы. Их я купила, чтобы попробовать как альтернативу штампам Altenew. У меня есть штамп Altenew, и я хотела их сравнить. Потому что, в принципе, несмотря на то, что Altenew, конечно, классные штампы, но цена у них не очень демократичная, а некоторым хочется попробовать и такую технику. Так вот, я купила розы. И знаете, что я вам скажу? Вот смотрите, я попробовала сделать открыточку вот такую. Качество штампов, ну, может быть, и уступает, конечно, штампам Altenew, но не сказать, что сильно это критично, особенно учитывая цену. Здесь, правда, получается только одна розочка. А в Altenew там все-таки их целый набор. Ну, для небольшой открытки этого достаточно. Вот смотрите, вот такая открытка у меня получилась. Здесь же, кстати, пайетки. Я в ближайшем будущем постараюсь снять обязательно мастер-класс вот по такой вот простой открыточке с использованием материалов с Алиэкспресс. Возвращаемся к штампу. Розочки мне понравились. Также я попробовала бабочки. Вот видите, когда я заказывала, я почему-то думала, что вот эта вот бабочка будет все-таки немного поменьше. Поэтому я попробовала и отштамповала эту. Вот так она выглядит. В принципе, неплохая бабочка. По качеству к штампу у меня вообще никаких претензий. Ну, может быть, немножко дизайн простоват. Ну, хотя все равно бабочка симпатичная. Вполне можно использовать в своих работах. Теперь перейдем к ножам. Первый нож вот такой. Happy birthday. Этот нож вырубает полностью колечко и делает внутри надпись. Сейчас я найду пример вырубки. Вот так вот он выглядит. Очень качественный нож. Вырубает с первого проката. Вырубка очень-очень чистая. Мне он понравился. Затем такой нож. Этот нож я покупала только из-за вот этого большого. Потому что он прорубает окошечко и делает внутри фистоны. То есть он полностью кольцо не делает. И именно такой нож я давно хотела. Опять-таки использовала его вот в этой открыточке. Вот видите, вот эти вот фистончики. Это как раз вот этот нож. Качество ножа меня тоже порадовало. Ну и наконец набор тегов. Они пришли вот просто вот в таком мешочке. Но несмотря на это, качество ножей тоже очень хорошее. Получаются замечательные теги с аккуратной ровной отстрочкой. И сразу прорубается маленькая дырочка. Размер самого большого тега 6,3 на 11,2. Самый маленький тежек я не вырубала. Но если интересует, сейчас посмотрю. Так, самый маленький тежек получается 2,2 шириной. А высотой 4,2. Я очень осталась довольна своими покупками в этот раз. Если вас что-то заинтересовало, смотрите. Я обязательно внизу под видео прикреплю ссылочки. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я постараюсь на них ответить. До скорых встреч. Пока-пока.